здравствуйте дорогие друзья вы на канале прошу к столу сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный и многими любимый торт сникерс конечно на сегодня очень много разнообразных рецептов на просторах интернета можно найти но я с вами хочу поделиться самым простым рецептом для того чтобы приготовить торт сникерс нам понадобится бисквитное печенье арахис сливочное масло молоко темный шоколад содержание какао минимум 50 процентов и вареное сгущенное молоко начнем с обжаривания арахиса я обжариваю на сухой сковородке я люблю чтобы арахис был более обжаренный он получается гораздо вкуснее пока орехи остывают измельчим печенье теперь приготовим шоколадную глазурь для печенья растопим масло я сразу же сюда наливаем молоко подождем чтобы это все немножко растопилось и потом добавим шоколад можете ложкой проверить чувствуется что шоколад уже там начал начал таять у меня наверное минутка прошла и теперь все нужно размешать до однородной массы теперь шоколадную глазурь надо соединить с печеньем и размешать до однородной массы чтобы печенье было хорошо покрыто шоколадом все было красиво и получилась такая однообразная масса я буду понемножку добавлять шоколада печенье с глазурью хорошо перемешали вот чтобы все печенье вся крошка должна получиться такой шоколадный и теперь мы посмотрим насколько она готова то есть вот если вы ложкой вот так вот примнете и получается как довольно плотная масса она держит форму значит все хорошо перемешали теперь займемся кремом орехи остыли вот они такие поджаристые вы конечно можете пожарить до той степени как вам нравится но я вот люблю чтобы они прям такие были поджаристые поджаристые теперь их нужно почистить орехи я чищу очень просто я их просто перемешиваю рукой и немножко нужно отшелушить кожицу от орехов и все потом орешки просто вытащить для крема мы сначала взобьем мы сливочное масло оно обязательно должно быть комнатной температуры теперь мы к маслу будем добавлять сгущенку сгущенку до будем добавлять небольшими порциями и потихонечку все это взбиваем крем готов и получилась такая красивая однородная масса теперь мы сюда высыпаем орехи я немножко орехов оставлю для украшения и все хорошо перемешиваем теперь собираем торт основу для коржей я разделила на две равные части взяла кольцо от формы для запекания внутрь поставила пищевую пленку теперь на дно мы насыпаем крошку и хорошо ее ровно утрамбоем ложкой нужно ее прям прижать так чтобы форма была плотная второй слой мы положим половину крема и тоже его хорошо утрамбоем третий слой у нас опять идет корж из печенья обязательно тоже хорошо оттрамбовываем чем лучше вы утрамбуйте тем красивее и плотнее получится торт и не будет рассыпаться и последний слой опять крем теперь торт закроем пищевой пленкой или фольгой и поставим его остыть примерно на час в холодильник торт у нас стоял холодильнике час немножко застыл я сделал еще одну порцию шоколадной глазури теперь глазурь обязательно должна быть уже холодная но не может быть не совсем холодная но уже остывшая чтобы торт не растаял заливаем глазурью весь торт выровняем глазурь закроем обратно торт и поставим теперь торт в холодильник на ночь торт простоял ночь в холодильнике откроем теперь посмотрим что у нас получилось вот шоколад хорошо застыл теперь снимем форму украсим торт орешками ну и разрежем посмотрим что у нас получилось внутри торт хорошо застыл получился плотный в разрезе видно что торт очень хорошо застыл прекрасно держит форму и я думаю что очень вкусно сейчас мы его попробуем рекомендую вам попробовать сделать такой торт делается очень легко и просто спасибо что смотрели нас подписывайтесь на наш канал ставьте колокольчик чтобы не пропустить новых рецептов прошу к столу и приятного аппетита подписывайтесь на наш канал